С утра за ударные взялись 24 специалиста ГСТК. Это только те, кто трудится над очисткой городских тротуаров. Павел Кармелин снегу рад. Несмотря на то, что рабочий день после обильных осадков затянется, ему с напарником до конца смены нужно освободить все подходы к светофорам Назейской. Да по-разному люди реагируют. Кто-то хвалит, спасибо говорит, кто-то ругается, плюется, матерится. А когда чисто, это как бы никто не замечает, не благодарит, что это труд какой-то вложен, работы проводились. А когда грязно, когда работаем, как будто мешаем мы. Немало все же и тех благовещенцев, которые нелегкий труд специалистов ГСТК ценят и часто видят их на городских магистралях. Вообще-то к ним я отношусь положительно, убирают дороги, видно. Конечно, делают работу, это физическое, трудное. Не успевают. Объем большой, поэтому не успевают. Господь Бог послал сегодня снег. Ну день-два пройдет, у нас область-то замечательная, солнечная, 270 солнечных дней в году. Сейчас все растает, выветрит, красота будет. Просто красота. А тем, кому страшно ездить в такую погоду, ну я говорю, пускай машину поставят дома и на общественном транспорте. А я думаю, что наш Олег, мэр города, он, я думаю, что все меры необходимые принимает. И службы тоже. Коммунальные авто в такую погоду на парковку поставить нельзя. Наоборот, в наряд вышли в усиленном составе 8 пункт, 6 тракторов и погрузчик. Большую часть снега им предстоит убрать в дневную смену. Снег у нас в данное время в связи с температурами, он становится влажный, где-то подтаивает от теплотрасс, от погоды. Поэтому ночью температуры минусовые, все это будет застывать. Поэтому необходимость просыпки противоголедным материалом обязательно. Зимой снег у нас единственное закатывается машинами, но он у нас под лед, льдом не становится. В усиленном режиме коммунальщики проработают сутки. После циклон отступят, говорят синоптики. Но ненадолго. Следующие с сильными осадками ждут воскресенье.